И еще такое, мы уже выходим на завершение, сейчас останется у нас буквально несколько песен, осталось парочка, три-четыре, ну так, в общем, мы, короче, на последней станции уже подъезжаем. Вот, и сейчас, что бы хотелось бы, что бы хотелось бы сказать Господу Богу, когда перед Ним предстанешь, это же важно, да, а то, ну, как это же случится, вот, и о чем там с Ним говорится. Вот, я примерно знаю, что я ему скажу. Вот. Мне понравилось, Боже, творение твое, у тебя получились деревья и травы, облака над рекой, водомерки, купавы и особенно небо ночного шитье. Мне понравился, Господи, рук твоих труд, у тебя гениальными вышли пейзажи, океанские шири и горные кряжи, и на веточке вешний живой изумруд. И когда бы я золота мощи не знал, я бы думал, что сада весеннего братства и является собой ту вершину богатства, пред которой тускнеет любая казна. Я забыл насекомый и птичий язык, я стою среди стрек, это щебет огуда, и не помню, создатель, кто я и откуда, но мне нравится музык твоих переклик. Я любуюсь букашкой, печугой, ручьем, и уже собираясь на выход с вещами, мятый, битый и гнутый, шепчу на прощанье, мне понравилось, Господи, в мире твоем. Я иду в неизвестное мне никуда, в абсолютный отказ, в апогеи отрицаний, и всем будущим нет, вопреки восклицаю, мне понравилось, Господи, Господи, да. Загнусь ли я спицей в чужом колесе, что имеется в виду, да, чужое колесо, и ты там спи, да. Я не ведаю, что творю, очень интересно получилось стихотворение, очень, оно там много этих, тоже, этот смысл обыгран со всех сторон, ну, кто ведает, что творит, да, мы хотим что-то хорошее, получается, что-то совсем не то, но тут вопрос, идет диалог с Богом, я не ведаю, что творю, неужели создатель, как некогда ты, я тоже не ведаю, что творю, если меня создали по образу и подобию твоему, то неужели ты тоже не ведал, что творил, очень интересный подход, предлагаю. Загнусь ли я спицей в чужом колесе, или ласточкой ввысь воспарю, имя мне рядовой, в том полку, где, как все, я не ведаю, что творю, я прошу себе света, но в ясную ночь от звезды ухожу к фонарю, берегитесь, когда я берусь вам помочь, я не ведаю, что творю. Я могу с каждым ближним сразиться в бою, за чашу встретить царю, но с тобой в одиночке остаться боюсь, я не ведаю, что творю. Если я за счастьем бегу с остальными людьми, то к начальнику, то к алтарю, но когда я прошу себе вечной любви, я не ведаю, что творю. Чтобы грезы свои в плоти форму облечь, я тружусь, прохочу, мастерю, что получится, бомбу, а может быть, печь, я не ведаю, что творю. Отдобой взывал из-плесла, из-за чайник судье, я так богатую. Боже мой, отзовись, напекни, научи, я не ведаю, что творю. Я не знаю, зачем ты, творец, бытия, дар создания дал мне дигарю. Ты лепил меня в зеркало, глядя, а я, я не ведаю, что творю. Я хочу докричать до твоей высоты, но мой крик слышен лишь в бутырю. И уже не создать их от неба, да ты, я не ведаю, что творю. Вот опять мой творцом сотворенный кумир, но плотно не в небо дарю. Я не помню, откуда пришел в этот мир, я не ведаю, что творю. Я хочу, но когда в моих ней растекутся ручьи, по часам его дарю. Я не знаю, буду во владении речи, я не ведаю, что творю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И вот еще продолжая как бы эту тему, вот уже там на контакт с высшими силами, В фильме Троя есть такая гениальная абсолютно сцена, где Ахиллес, там, забыл, с сестрой Гектора, по-моему, они там разговаривают, и, по-моему, Ахиллес говорит, что боги завидуют людям, потому что они вечные, они не понимают, что причем вкус мига жизни, да, в общем, у них просто события эти происходят и происходят, когда человек знает, у него есть смерть, это высший дар, и на фоне смерти просто ты узнаешь, ценишь, что ты здесь оставишь, когда уйдешь, всю ценность этой нашей жизни, которая, вроде, моментами кажется невыносимой, моментами еще какой-то сложной, а вот вся ценность. И вот эта песенка такая о том, что оставлю я, что оставит Оксану, вот в этой провинции нашей, в которой мы живем. Я оставлю здесь поле с речкой, глубину небесной, и простор морской, и церковушку, где Богу ставил свечку, И в острове, и за упокой, я оставлю здесь и закон, и случай неудачи гнет, и победы спеть. Я иду туда, где по слухам лучше, но я помню все, что оставлю здесь. Может, кто-то тут нес, не подъел мне груз, но я тоже в руках этот мир подержал, И понюхал его, и почувствовал вкус, и услышал, и понял, и к сердцу прижал, И услышал, и понял, и к сердцу прижал. Я оставлю здесь ледяную вьюгу, Новый год и дом со звездой в окне, И тепло всех тех, с кем бежал по кругу, Вслед за временем, от весны к весне. Я оставлю здесь космос книжной полки, И мечту, и хлеб мой насущный днец, И земной надежды моей, Оскол и печаль, я тоже оставлю здесь. Может, кто-то тут был всем делам голова, А я семечкой в стужу кормил снегря, А еще я был зла, и ни раз, и ни два, На раздачу сокровищ в лесах октября, На раздачу сокровищ в лесах октября, Я оставлю здесь. Золотые перстни на перстах берез, Разодетых в дым, И мои поптичьи простые песни, Я их пел так долго, что стал седым. Я оставлю здесь тем и планам в груду, И родных мне судят крутую смесь, Я вас там, простите, любить, Не буду я любовь свою оставляю здесь. Может, кто-то тут больше освоил удел, А я капелькой жизни напился кмельной, Еще попросил и заплакать хотел, Только слезы все кучились, нет ни одной, Только слезы все высохли, нет ни одной. АПЛОДИСМЕНТЫ